Всем привет! Сегодня 31 марта, Московская область. Хочу сделать краткий обзор рассады, что растет у меня на сегодняшний день. Буду снимать только пока этот подоконник, потому что есть еще рассада, это в основном цветочное, это будет другое видео. Итак, начну я с томатов. Высевала я ее два этапа, это 11 марта и 14 марта. Я высеваю в общий ящик пластиковый, в качестве почвосмеси использую чистый торф-агробалт, смешиваю с биогумусом, который производят мои червесторатели, в соотношении примерно 70 к 30. И когда уже осеницы достигают двух настоящих листов, я их рассаживаю в рассадные пакеты по одному штуке. Вот как раз буквально 26 марта я их рассадила. Рассадные пакеты я уже показываю не первый год, этим пакетам 3 года. После высадки растений в теплицу я их просто мою, просушиваю, складываю по 10 штук и перевязываю резиночкой. Резинку я использую мягкую, делаю от капроновых колготок, они не перетягивают клееночку, ее не рвут. Подписываю я каждый пакет с помощью наклеивания бумажного скотча. Но скотч должен быть хороший, чтобы потом он отклеивался хорошо. А подписываю я несмываемым маркером. Вот и все. Так как сеянцы еще в принципе небольшие, всего лишь два настоящих листочка, я эти пакеты подкручиваю, подкатываю, как это сказать. Потому что эти пакеты, они по 0,9 литров, использую я их для пересадки, пикировки, перевалки таких растений, как томаты, перцы и баклажаны. Это тот отличный объем, 0,9 литров, который хватает растениям, именно их додержать до высадки в теплицу. Все перцы, томаты, огурцы я выращиваю в стеклянных теплицах, и они у меня не обогреваемые. Конкретно томаты для теплицы я выращиваю только сортовые и высокорослые. Сеянцы уже с двумя настоящими листами я пересадила 26 марта, значит уже по пакетам. В качестве почвосмеси я использую землю, которую я готовлю сама с осенью. На эту тему есть видео, можно посмотреть, как я ее готовлю. И, значит, складываю эту почвосмесь в теплицу, в мешки. Она там у меня стоит всю зиму, промораживается, и затем я ее использую. Именно эту землю я использую, когда переваливаю или пикирую растения уже из общих плошек. Поливаю чем? Значит, беру я глиоклодин. Вот я высадила растения. Беру три таблетки глиоклодина, разбавляю в одном литре воды. То есть эти таблеточки предварительно, конечно, нужно растолоть в порошок, растворить их в воде. Глиоклодин, между прочим, очень плохо растворяется. Ну, мало-безмало он раздворяется хоть как-то. И уже вокруг приствольного круга я проливаю этим раствором. Все. Вот с 26 числа эти томаты не поливались вообще. Вы видите, что земля сухая, пакеты легкие, и сегодня у меня будет поливочный день. Можно так сказать, первый полив настоящий после пересадки томатов из общей плошки вот в рассадные пакеты. Землю я обязательно вне зависимости полила, не полила, но после полива это 100%, я, конечно, рыхлю. Беру любую палочку и осторожненько рыхлю. Это делаю я обязательно, чтобы не образовывалась корочка, и растения дышали, и никакая, чтобы не образовывалась черная ножка также. Вот, в принципе, и все. Рассаживаю в рассадный пакет по одной штучке. Значит, и где у меня по два, по три, это значит, те сорта запасники, так сказать. Потому что при выращивании определенного сорта с ним может случиться все, что угодно, даже при высадке он может сломаться. И у меня всегда есть запасные растения. Вот, допустим, три штучки, это значит, запасные. Некоторые здесь по два растут, запасники. На всякий случай, все бывает. Также у меня в этом году один единственный гибрид от Агросимфонт. Это томат Рубинчик. Я его буду высаживать в мягкие контейнеры. По-моему, они то ли 24 литра, то ли 26 литров. И когда уже будет стабильная погода на улице, я эти контейнеры выношу из теплицы. И это у меня, знаете, получается как томаты открытого грунта. Этот гибрид, что самое хорошо, он ультраскороспелый, невысокий до 70 сантиметров. И плоды у него красные, тоже некрупные. То, что нужно для раннего потребления. Сеяла я три штуки. Я хотела... Нет, мне нужно три растения, а высевала я четыре. Думала, может быть, что-то не взойдет. Они, видите, все четыре взошли. Я по одному высаживать буду в контейнер. Ну, и если будет с ними все хорошо, все четыре я в контейнеры высажу. В открытый грунт потом вынесу. Вот так они выглядят. Они небольшие, коренастые. Всхожесть отличная. И вообще хочу сказать, что по томатам схожесть у меня была в этом году, ну, конечно, не 100%. Ну, процентов, наверное, 97 у меня взошло. Еще у томатов я досевала 23 марта. Я досевала здесь три сорта у меня. Будет еще. Вот, видите, уже по настоящему листу выкинули. И буквально на следующей неделе я уже рассажу в рассадные пакеты. Сортов новых у меня здесь или 8, или 9. Все остальные это сорта мои. А здесь примерно около 20 сортов. Вот так. Дальше перцы. Перцы я... Сейчас скажу, когда высевала. Высевала я их 6 марта. Еще не сказала, что перцы и томаты я высеваю замоченными. То есть я их на сутки замачиваю. То есть вечером замочила, утром я посеяла. Вот так. И баклажаны так же. Так, значит, перцы высевала... Замочила я их 5 марта. А высевала я их 6 марта. Часть перцев уже из общей плошки, как и томаты, я рассадила. Сейчас я все буду показывать. Где по 2 перца, это значит, это острые перцы. Я их тоже выращиваю в мягких контейнерах. Вот так прям по 2 штуки. Контейнер, по-моему, он 16 литров. Тоже сначала доращиваю в теплице, в контейнеры. Когда будет тепло, я их выношу, конечно, на улицу. И вот так по 2 штуки. 3 контейнера мне нужно. Раз, два, три. И один у меня в запасе. Это острые перцы. В прошлом году я выращивала по 2 штуки в открытом грунте. Замечательно. И уже перцы кое-какие я рассадила, как видите, по рассадным пакетам. Здесь еще рассадила тоже перец сладкий. Сорт называется Златень. Это от Агросимфонда. Это среднеспелый сорт. Вот он желто-оранжевого цвета плоды. 100% схожесть здесь была. Вот 3 штучки. Я их рассадила, потому что у них уже было по 2 настоящих листа. Я их рассадила. Буквально я их рассаживала, когда... Ну, дня 3 назад, по-моему, я их рассадила. Вот с такой общей плошки. Сейчас покажу. Перцы и насчет схожести. Схожесть была, ну, не сказать, что супер, но хорошая схожесть была. Но, что самое интересное, неравномерная. Вот, как видите, в этом контейнере еще сидят перцы. Отсюда я уже вытащила те, которые уже были по 2 настоящих листа. Я их рассадила в рассадные пакеты. Все, которые были поменьше, не внушали мне доверия. Поэтому они еще здесь, да. Вот буквально. Это какой сорт? Это сорт айварский. Это мои семена. Взошел он, конечно, вот, смотрите, 100%, но неравномерно. Вот, выпустил 2 настоящих листа. И буквально на выходных я уже буду тоже брать и рассаживать его. 100% взошел. Здесь был весь острый перец, весь взошел. Здесь у меня оранжевый горизонт. Мои семена тоже весь взошел. Видите, как неравномерно всходит. Вот только проклюнулся. Но тоже буду рассаживать. Смотрите, уже по 2 листа настоящих. Это мастодонт перец. Взошел тоже 100%, неравномерно. Это красный перец. Сейчас я покажу его. Вот так он выглядит. Красивый перец от Манула. Он очень высокорослый. Для теплицы. Вот именно этот перец нужно, конечно, в теплице выращивать, чтобы он дал хороший результат. Это перец Жемини. Вот этикеточка. Семена дорогие. Здесь всего лишь было 5 штучек. И взошло только 3. Я считаю, что это плохо. Для таких дорогих семян. Вот 2 штуки взошло. Один я уже пересадила в рассадный пакет. Я, конечно, не удержалась. Раскопала. Здесь одно семя было пустое. Другое было живое. Но оно прямо лежит там мертвым грузом. Не знаю, проклюнется, взойдет оно или нет. Но вот эти 2 рассажу. И будет у меня всего лишь 3 куста Джемини. Это гибрид. Он зашел. И, видите, тоже неравномерно, но 100%. Тоже буду рассаживать. Здесь у меня перец Рамира. Тоже он 100% зашел. Я рассадила это где проплешин. Это значит, я отсюда уже убрала. И еще у меня здесь начал сходить. Это перец Кубович. Красный. От Агросимфонда. Это гибрид. Очень тугой перец. Он раннеспелый. Что очень радует. Что если он и взойдет, то у меня. Что он является раннеспелым. Я надеюсь получить от него результат. Он всходит. Вот, видите. Но очень долго. Очень долго. Я не удержалась. Конечно, я раскопала, посмотрела семена. Они все живые. Что самое интересное. Они все с проростками. С росточками. Представляете. То есть он там лежит пророст. Но вот он так туго всходит. Но я все равно буду ждать, когда он взойдет. Поэтому, чтобы подстраховаться, я же еще подсеяла перцы. Видите, мне лишь мало. Значит, подсеяла я перец Мастодонт. Смотрите, три рядочка. Весь взошел. Вот, до сих пор сходит. Значит, потом златин. Вот как раз мне его стало мало. Я досеяла один рядок. Сеяла пять штук. И смотрите, все пять зашли. А здесь взошел. Вот, видите. А на утро семидольки куда-то пропали. То есть стебелек есть. Вот. Смотрите. А семидольки кто-то съел. Я не знаю, как это произошло. Ну, вообще, вот златин сто процентов зашел. И как раз вот этот кубоич. Я решила, что я, наверное, его пересею 19-го числа тоже. Посмотрим. Ну, вот, как видите, он не взошел. Я опять раскопала, посмотрела. И, представляете, он весь здесь проклюнулся. То есть, везде есть корешки. Я обратно его закопала. И решила, что я буду ждать. Я все равно добьюсь, что он выйдет у меня из земли. Я увижу его плоды. Но перцы, я не боюсь, что у меня перцы не вызреют. Они у меня выращиваются, как я уже сказала, в теплице. Поэтому я урожай в любом случае получу. Это при том, что я никогда не собираю перец зеленым. Я только собираю, когда он уже в биологической спелости. А иварского мне перца почему-то, не знаю почему, стало мало. И я решила еще кинуть несколько семян. Не знаю, я здесь уже его просто бросила, сколько получилось. Вот он, видите, взошел. Где-то еще даже всходит. В общем, перцы у меня в этом году. Потом посеяла еще и нашла семена бабушкины. 16 марта посеяла сухими семенами. Вот здесь пометку себе сделала. Этому перцу семена. То есть уже года 3 или 4. Перебирали вещи бабушкины и нашли семена. Вот я их забрала. Что за сорт, я не знаю. Какого даже цвета, я не знаю. К сожалению, спросить уже не у кого. Я думаю, что плохие перцы бабушка семена бы не собрала. Так же, как и томаты, я пролила раствором глиокладина. Рыхлю и будет поливочный день. Все сухо уже. Я водой после пикировки, после перевалки не балуюсь. То есть вот минимально-минимально поливаю. Пакеты я составляю вот на такие поддоны. Потому что в пакетах есть отверстия неприличные по всему кругу. И еще пакеты, значит, они здесь проколотые микро-дырочки по всей длине пакета. Конечно, сеянцы маленькие. Пакеты я подворачиваю практически в 2 раза. Ну, где-то меньше. И уже сейчас, наверное, в середине апреля я еще досыплю. То есть томат вырастет. И я отверну края повыше и досыплю еще земли, чтобы было питание. Люблю рассаду высаживать теплицу, чтобы она была, знаете, такая крепенькая. Не переросшая, не голодная такая рассада. А чтобы была хорошая. А чтобы хорошая рассада была, ее нужно выращивать в хорошем объеме земли. Не в 200 граммах, знаете, веточку. А вот 0,9 литров практически к концу того момента, когда высаживать, у меня отвернуты полностью края этого пакета. Вот так. Литр – это, наверное, минимальный объем земли. Что у меня дальше? Так, давайте дальше покажу вам лук. Лук в этом году я выращиваю рассадой только эксибишен. Ничего более. Вообще, хочу сказать, что в этом году у меня минимальное разнообразие культур. Итак, лук. Лук. Одну партию я высевала 20 февраля, а другую 25 февраля. Это лук эксибишен, просто разных производителей. Это лук из Голландии, по-моему. Да, голландский лук. А это лук тоже иностранный. Фирмы я вот сейчас не скажу. Как посев я произвела, я показывала. Есть видео, я оставлю ссылку. Заходите, смотрите. Теперь какой уход. Он у меня взошел, хорошо так уже, знаете, выпрямился. Я подсыпала здесь биогумус, смешала с торфом. Подсыпала, знаете, как подокучила. Все равно земля оседает. Чтобы лук не валился, я его подокучила биогумусом с торфом. Вот такой почвосмесью. Я его уже один раз подстригла. Вот видите, да? Высаживаю я, видно, что редками. Потому что очень удобно мне рыхлить. Я лук очень часто рыхлю. Чтобы здесь у меня и корочки не было. И заодно при рыхлении он вот так как-то, знаете, подокучивается. Чтоб не заваливался. Ну и все, в принципе, весь уход. Нужно, когда заваливается, вовремя стричь. Чтоб он стоял, как солдатикам. И поливаю. Поливаю я немного. Потому что контейнеры высокие. Здесь, наверное, сантиметров 12. Корни у лука еще слабые. Поэтому я могу поливать часто, но мало. Чтобы здесь вода не закисала. Ну, конечно же, здесь в этих контейнерах есть дренажное отверстие. Это обязательно для лука. Потому что если будет застой воды, прощай, лук. Потому что корни гниют моментально. И уже лук, рассаду лука никак не спасти. Вообще, можно просто выкинуть. Все, в принципе, по всхожести хочу сказать, что схожесть была в этом году не очень хорошая. Процентов 40. Ну, 50, наверное, лука. Не, 40, наверное, мало. 50 взошло. Хотя семена и голландские, и свежие, и дорогие. Ну, как-то в этом году не очень. В прошлом году, если сравнивать, было лучше, конечно. Но мне нужно всего лишь 50-60 головок. Я думаю, что я выращу их в рассаде. Так дальше, что у меня. Это, если вы помните, я села 5-го, видео снимала 5-го февраля, булавоносец. Было семян, сейчас даже уже не вспомню сколько, но семена были профессиональные, их очень мало было. Вот у меня осталось 2 растения. Я их посадила вместе. Это 2 росточка. Вот так он выглядит, как лук. Схожесть была плохая, честно сказать. Дальше. Сеяла, также я на видео показывала. Пенисентум. 5-го февраля сеяла. Выглядит пенисентум на сегодняшний день вот так. Напоминает рассаду пенисентума. Это злаковый многолетник. Но у нас, говорят, он растет как однолетник. Похож в рассаде на кукурузу. Вот когда, если рассада кукурузу выращиваешь, вот так он выглядит. Листва такая желто-лимонного цвета. Я думала, сначала он хлорозит. Вроде бы, да, так можно сказать. Нет, это на самом деле просто у него такая вот светлая листва. 3 штуки я высевала, потому что было всего 3 профессиональных семя. И вот 2 у меня взошло. 3-е я попробовала, оно было просто пустое. Что еще хочу сказать, что пенисентум можно и попозже высаживать. Он у меня, представляете, сейчас вот такой большой. А вообще, когда он был в рассаде вот такой, у меня кот его съел. То есть он взял и его просто подстриг. Вот так. Ну, съел. А на, знаете, листва такая молоденькая такая была, нежненькая, когда он сходил. И кот его просто вот так отгрыз. И, представляете, если бы еще кот не отгрыз, то он еще бы вот такой, наверное, был бы у меня уже в рассаде. Поэтому я сделала вывод, что пенисентум можно высевать не в феврале, а в марте, в первых числах. Прекрасно взойдет и все будет отлично. Дальше. Высевала, по-моему, я не снимала видео, но это вообще ни к чему. Дихондру 19 декабря. Ой, так давно это было. Дихондра у меня была от биотехники. Значит, взошло у меня 4. Как вы видите, вот они. Развиваются очень медленно, очень медленно. Вот так они выглядят. Очень красиво у нее листва с таким отливом. Вот видно, да? Красивая. Называется Silver Falls. Вот такая красота. Что у меня еще? Тут недавно заходила в деревенский магазин, покупала лук-выборок. Это в теплицу буду, если получится, в воскресенье или в понедельник. Я буду сеять зелень в теплицу и высаживать лук-выборок на быструю зелень, чтобы перо получить. И, значит, там на прилавке лежал лиатрис. Лиатрис колосковый, называется Альба. И, значит, мне его стало жалко. Эти клубеньки там лежали, они очень маленькие. Вот такие были клубенечки, прям малюсенькие. Здесь даже, наверное, видно, вот смотрите, какие. Они уже там были такие негнилые, но они были вялые. Прям вялые, подсохшие, можно так сказать. Мне что-то их жалко стало. Я думаю, да возьму и куплю. Они стоили, по-моему, то ли по 10 рублей один клубенечек. Ну, маленькие такие прям. И я купила сколько? Шесть штук. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я думаю, ну, не так дорого стоят. Думаю, ну, выживет, не выживет. Попробую выходить их. И вот, смотрите, посадила я их, знаете, по принципу, как сажают клубневую бегонию. Вот даже видно, что у меня вот этот клубенек. Клубенек, видите, он наружу. Это уже я чуть-чуть его еще присыпала. А так примерно в половину или в меньше половину я его оставила снаружи. И утопила вот оставшуюся часть в землю. Минимальный полив. Просто прям вот понемножечку, понемножечку поливала, чтобы вот этот вот клубенек не загнил там. И вот со временем я вот так немножко его подокучиваю, клубенечек этот. Вот. Чуть попозже я уже пересажу побольше емкость и вынесу в теплицу, когда уже будет потеплее. Такой Леатрис Альба. Он белого цвета. Красивый такой. Смотрите, как пошел. Я прям не ожидала. Я думала, они помрут у меня. Но ничего. Отошли. Вот самый маленький. Но он был совсем плохой. Вот он, смотрите. И то пошел. Я думала, он все ему. И еще я высевала. Сейчас я сразу посмотрю. Так, томаты. Лабелию я высевала 13 марта. 13 марта я посеяла лабелию. Сейчас я вам покажу. А вот, да. 13 марта я посеяла. Взошла она у меня 18 марта. Так, сейчас я поближе ее возьму. Так. Лабелию я высеваю уже 2 года. Это таблетки. Так. Значит, семена профессиональные. По 10 штук было. Розовая побольше, поэтому здесь 11 таблеточек маленьких. Значит, белая 10 и синяя 10. Ну, было в капсуле по 10 семян. Сеяла мультигранулы. Ну, я думаю, здесь их вообще сеять, да. Ума много не надо. В каждой мультигрануле от одной до семи штучек. И вот они всходят вот такой куртиночкой маленькой. Мне нравится. Я вот второй год так сею. И вообще замечательно. Вот буквально через неделю, через полторы я их уже пересажу все в горшочки. В небольшой объем. Прям буду разрывать вот эту сеточку. И ставить в горшочек с землей, почвой смесью. И вот таким образом посажу каждый сорт. Я подкормила вот таким удобрением. Это концентрат, конский навоз. Я разбавляю такой один колпачок на пол-литра воды. И сверху осторожно, прям по таблеточке, знаете, вот таким круговым движением я подкармливала лобелию. Потому что, все вы знаете, таблетка. Там никакого питания абсолютно нет. И чтобы у меня растения не упали, были красивого зеленого цвета. Я подкормила вот таким конским навозом, концентратом. Когда открываешь бутылку, есть запах, конечно, такой, ну, навозный, можно так сказать, да. А когда уже поливаешь растения, запаха в вони никакой абсолютно нету. Ну, вот, в принципе, все цветочки вот эти вот я и подкормила вот этим конским навозом, концентратом. Мне нравится. Только взбалтывать нужно очень хорошо перед применением. Также я каждый день подхожу и опрыскиваю с распылителя раствором HB101. Я одну капельку на пол-литра капаю и прохожусь, увлажняю с распылителя все. У нас солнечные дни сейчас вообще пропали. У нас такая темень, знаете, мрак. Так, снег лежит, идет дождь, передают еще, будет снег идти. Поэтому мы весну еще будем очень-очень долго ждать. Поэтому я в этом году перенесла все посевы на 2-3 дня позже. То есть помидоры я позже посеяла, перцы. Ну, все, все я сею позже, чем, допустим, в прошлом году. Потому что ранней весны не будет. Раньше мая, 1 мая, вот эту всю рассаду в теплице, я думаю, что я не высажу. А представляете, этой рассаде еще расти месяц. И какая она будет. Поэтому смысла сеять рано, по крайней мере, в этом году нет. Всю рассаду я держу на подоконнике, как вы видите. Окна большие, но этого недостаточно. Рассаду я всю подсвечиваю. У меня здесь светится бикалорная лампа. Подсвечивается с утра до вечера. Круглосуточное свечение, я считаю, что это излишки. Это для рассады вообще ни к чему. Так, дальше. Так как я землю в этом году, и вообще уже, который год, наверное, года 4 или 5, я уже землю вообще не покупаю для рассады. Готовлю ее сама. И в том году я осенью, когда ее заготавливала, я видела, что органика, я же сюда органику, да, компост, там, перепревший добавляют. Ну, такое все органическое, в общем. Я не использую минеральные удобрения от слова вообще. И, видимо, органика, конечно, когда мы добавляем ее в землю, заносим ее потом домой, даже если она и была переморожена там всю зиму и так далее, заводится мошка. Вот тут, что бы ты ни делал, бывает такое. И тут я обнаружила, что у меня летает мошка. Ну, знаете, ее немного, там, ну, не знаю, 2-3 мошки заметила. Думаю, нет, надо мне как-то спасаться. Повесила я вот такую желтую ловушку, видите? И к ней уже прилипло, раз, два, три, четыре мошки. Ну, вот я еще вижу так глазами, еще, наверное, там, одна, две, три где-то еще летает. То есть у меня здесь ее не рой, но вот неприятно, что она вот где-то, где-то мелькает у меня перед глазами. Ловушку я использовала, сейчас я вам покажу. Ловушка клеевая для выявления отлова белокрылки. Ну, и любых, я думаю, летающих гадов. В этой упаковке 4 пластины. Значит, это от Агросимфонда. Мне была посылка. Я думаю, зачем мне ее ждать в теплице развешивать. Я ее развешу здесь, посмотрю, как она работает. Ну, вот ловит, оказывается, видите, как хорошо. Повесила я ее буквально вчера, вот как только заметила мошку и повесила. Вот уже поймались. Вот еще летает несколько штук. Сейчас еще прилипнут, и все будет отлично. И, конечно, если у вас завелась мошка, нельзя переливать рассаду. Рыхлить постоянно, и чтобы было, по возможности, сверху сухо. Все. Показала все, что хотела. Я вам желаю всего самого хорошего. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok